Вы у нас как подряд на организацию, новая подряд на организацию, зашли, да, в город по работам. В конкурсе участвовали, конкурс победили. Теперь надо показывать работу, соответственно. Нормальную работу, хорошую, качественную работу. Вот, первое ваше испытание, это первый буран, который прошел, снегопад. Обычно в течение где-то пяти дней, ну, максимум, да, после наступления буранов, после прохода снегопада, да, город уже вычищается. Сейчас вот пока вы там перестраивайтесь, пока настраиваетесь, то есть мы видим, что, ну, участки проблемные есть. Поэтому что сейчас делаете, как этот вопрос решаете, скажите мне что. Вчера убирали Лунную улицу, сейчас убираем Кольцевой, хотим почистить, чтобы вид такой уже законченный вид был. По всем тротуарам уже, трактора уже прошлись, очистили, сейчас осталось, это, добиваем улицу Цельноградскую, там, пешеходки там остались, чтобы почистить, и будет механизирована уборка там по всем этим участкам, понимаем. Будем продолжать работу до полного очищения снега от улицы. Смотрите, Цельноградская люди очень ответственные и очень требовательные к качеству работы, вы, наверное, это заметили, это по аппликациям в соцсетях, поэтому люди любят свой город, да, и хотят, чтобы он был чистым. Поэтому вся работа, которая производится, ну, сейчас вы выстраиваете, технику доводите, да, доводите. Понятно, там, какой-то неделя, 10 дней, переходный период, получается, от той подрядной организации до вас там он проходит. Ну, как раз он выпал на снежный такой период, сильный, да, когда выпало. Потом у меня вот организовано круглосуточное патрулирование улицы, где сложные участки, мы отправляем туда технику, у нас на дежурстве, у вас отшит уже. А здесь, видите, от порыва и гасилось давление уже в последних подъездах, проблемы были на 12-м доме. И утечка, и запаривать начало, то есть проблемы. И это вот у нас просто аварийно, можно сказать, получили. А вы свои работы сейчас синхронизируете так, свою инвестпрограмму, да, чтобы вот эти вот дворы, потому что они будут первыми, они же в прошлом году были не завершены до конца, вот они пойдут первыми, вот здесь вот у нас пойдет первым завершение двора. В мае, в июне они уже будут, да? Да, 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 поэтому вам надо по инвестпрограмме продумать, чтобы это вот уже, вот это вот все, капиталку вам провести до момента, когда асфальт положим. Все здесь вопросов нет по этим все домам. Так, у вас сколько домов? 20. 20, да? В основном все пятиэтажки, да, получается? Нет, девятиэтажки, вот 3, да? А, 3, да? 4, 85, 86, с Акиматовым ведем, вот Ассулбек Мурабекович нам помог, у нас в городе еще, по-моему, последние девятиэтажки, где нет лифтов. Вот, вот вопрос, вот это вопрос, это большой вопрос, на самом деле. Сейчас мы фандоминиум регистрируем, чехпаспорт изготовливаем, уже изготовили. И сейчас будем думать, расчеты и на каплю моих лифтов по модернизации попробуем. Да, смотрите, вот это вот, прочитайте, пожалуйста, смотрите, это или в рамках модернизации, это все равно на возвратной основе пойдет. Да. Да, по-любому, поэтому готовьте. Эти два дома уже, печальная история про них, люди, ну, как добираются, ну, это же, ладно, понятно, можно говорить, спортом занимаются, но все равно это неудобно. Взрослые люди живут, это пенсионеры живут, пешком поднимаются, лифты не работают, очень плохо. Так, приводите вот порядок, готовьте документацию, порядок, приводите ее, и чтобы в этом году мы эти лифты уже восстановили. Вот ваши 20 домов, получается, что есть вообще из сферы социальной, какие вещи, объекты? Ну, вот нам бы там дворы, 23-24, получается, более 350 квартир и детей, ну, минимум у каждого в подлавке. И вот 85-й, 86-й и 84-й, тоже такая же ситуация. Так, по теплу сейчас все в круговую, все нормально по вашим домам, да? Да, получается, там одна заявка осталась по 11-му дому, мы сразу отписываемся, фотографии, и людям звоним, все довольны. Теперь по благоустройству, вот что, спортплощадки, детские площадки, у нас в этом году, в этом районе что будет? Ну, мы вообще, да, у нас разрабатывается проектно-смертная документация, в этом году вот приехала организация, они уже ведут съемки, то есть геодезические отметки берут. В шестом микрорайоне у нас будут дворы, которые будут благоустраиваться, это однозначно. Транзитка, подвал прет вода. Все, я, естественно, аварийку, мастера, все, сюда сам прибежал. В этом доме, я думаю, сейчас секущие отключаются, и с той стороны камера. Перекрыли подачу обратки, один. Один дом, вот этот. Да, мы его высекли, определили подача или обратка на подачу, на воде, да. Ну, естественно, там подтопило, а потом она ушла в канализацию, ну, пар. И решили, ну, это уже я решил. По подачу закрыли, а по обратке через узел на пролив пустили. Это запрещено у нас, но вариантов не было. Ну, чтобы не замерзнуть. Да, чтобы держалась, дышала. Вот пока так. Сейчас устраняем, варим, запускаем. Когда сроки? Ну, может, часа три. Сейчас посмотрим, как. Сейчас вот, как она встает. До вечера точно было. Ну, да, это аварийная работа. Вот такая ситуация, нежит, и нахуй, поэтому не устраняется. Здесь четыре хозяина. Они должны давно уже сделать ее. И они предупреждались, что это ваша ситуация, сделайте, иначе будут проблемы. Ну, естественно, не скинулись, не сделали. Она в аварийном, плохом состоянии, изношена, она нет. Вот проблема. А проблема что? Она по колодку купит. По колодку купит по два дома, да? По колодку, да. И два-три подъезда последние. Вот они между собой должны разобраться. Но, во-первых, от этого не должно страдать. Вот это и не должен страдать дом. Вот поэтому мы что-то реально будем. Вот, поэтому здесь ваше решение такое. Вы, если основной прием, всегда вы делаете, но потом разбираетесь со своими соучредителями, там, или со собственниками. С субпотребителями. Да, да, кто потом потребляет. Но не должны страдать ни мы, ни город, ни жители не должны страдать от этого. С домом как сейчас? С домом. Вода ушла, по краям панели, конечно, они не высохнут. Внутренние подсыхать стали и потолок посередине. А крайние, конечно, пока еще мокрые. У нас, видите, загерметизированные оттушины окна подвала. Надо было же туда пролетривать. Немножко они у нас есть, самое-то, пролетривание. Проблемные какие были? Шайбу убрали, с облора шили на 6,6. Сейчас люди не жалуются. Все нормально, да? Ага, сейчас. Здесь жаловались в основном этот угол и тот угол. Я каждый заходил. Крайние квартиры, да, крайние подъезды? Да, да, да. Здесь еще одна проблема. Арусты, как вы смотрели, да, по заделке, там что? Они влияют у них сильно? Нет, они тоже влияют. Мы заделывали? Мы заделывали. Я вызывал с теплотранзита. Они тепловизором проверяют. Вот, которые заделывали новые стыки. Они все равно выдувают. Все равно выдувают. Да, новые стыки выдувают. Вот, особенно на вот этих больших морозах было. У нас жалобы тоже, которые были. В основном причина-то получается из-за рустов. Мы вот несколько квартир прошли с сотрудниками ЖКХ. И так вот. Единственное то, что сейчас тепловизоры нам надо как-то приобрести, наверное, свои. Чтобы мы не ходили на поклоны энергосбыта, потому что они не предоставляют. В паспорте вот сейчас готовность, они прописаны о том, что тепловой контур на КСК. Но мы не можем заставить собственников, например, да, отремонтировать русты. Я вот честно говорю, у меня самого русты не сделано. И в основном-то получается, вот даже где отремонтировали, вот сейчас, в частности, вот мы две квартиры в прошлый раз проходили, вот в обеих русты. КСК. Проспект проходили, ну, уже в рабочем порядке. Сейчас уже, когда все это, ну, пиковую пройдет, они уже основательно почизят. Там, в принципе, чисто. Переходы, они тоже, да, это где пешеходные тоже. Пешеходные переходы, дорожки, тротуары. Центральная часть. Центральная часть, да, 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 да. Все это, все это смотрите.